Доброе утро! Друзья, опять ничего не видно, плохо слышно. Это значит, что очередная экспедиция началась. Трясется камера. Битая дорога? Битая дорога, да. Но, но, что необычно, это упал навигатор. Что, необычно? Все уже не по плану. Необычная задержка в один день или что? От начала экспедиции. Экспедиции началась вчера, да. Поздоровайтесь, привет с Митей. Митей, привет. Всем привет. Необычно, я хотел сказать, цвет, цвет нашего автомобиля, как вы можете, наверное, многие догадались, это те самые знаменитые и легендарные красные жигули. Мы снова в них, снова покоряем, 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 пока что, пока что покоряем юго-восток Москвы, да. Но мы нацелены на большее. Цель максимальная, это правда. У нас грандиозная абсолютно цель. Ноги уже замерзли. Митя поехал в кроссовках, вам, наверное, не видно, но... Вам просто ехать долго. Вообще, всем понятно, наверное, что мы не любим, когда все просто и комфортно. Там теплее в Европе. Надежда на это. Ну, люди теплее имеют для этого. И они, конечно же, будут заняты тем, что будут греть ноги нам. Хорошо. Я взял шерстяные носки, очень теплые. Митя, куда мы едем? Мы едем на Славянский бульвар. Да. Именно так называется наша экспедиция очередная. Славянский бульвар. Извините, Славянский бульвар. Да-да-да. Это не просто, ребята. Целых примерно, мне кажется, километров 30, да, нужно проехать сегодня. Зачем мы едем на Славянский бульвар мить? Мы хотим просто... Суровый мужчина там сейчас в 6 утра. Не такой веселый, как ты, как мы. Я думаю, что он спал, если ты чуть меньше, чем мы с тобой, Сережа. Хорошо. Вот эти вот час-полтора нормы, которые мы с тобой сегодня одолели. Абсолютная победа над организмом. То есть, организм свой уже победили. Победили сон, организм. Все. Ну что, не знаю даже вам, что показывать, что было интересно, потому что пока вы это все видели, это Москва. Немного истории. Серьезно, мы хотим... хотели. Мы хотели сделать большой, серьезный трип новогодний. Он назывался... Упал навигатор. Еще хотим. Назывался замкнутый круг. Это как некий символ, символ любого путешествия, которое начинается и заканчивается обычно в одном месте. И мы... Я сейчас на ходу придумываю, но ничего, да? Хорошо. Это может быть сансары. Да-да-да. Мы решили показать символично, нарисовав... У тебя окно открыто, и заднее окно. Ты в курсе? Вот почему здесь так полно? Я думаю, что так полно? Прости, Сереж, ты сейчас. Да, ребят, извините, это экстренно сейчас заблокируем. Надо восстановить герметичность салона. Все закрыто, как тепло срастало. Так вот, опять домотают с вот этими комментариями, какие длинные и скучные видео, Сереж. Хорошо. Пятьфа. Навигатор. Ну так вот, мы решили нарисовать на карте большой круг, на карте Восточной Европы. Тем самым, как бы обозначив любое путешествие человека. И в то же время это некий символ... Ну, вы, наверное, все знаете, что по московскому кольцу ездит сейчас тематический поезд московского метрополитена. Россия, как будущее России, он ездит по кольцевой линии без конца и края. И, в общем, наше путешествие это такой некий символ символа. Митя, помоги. Не могу вытянуть. Ну, все, ребята, мы все объяснили. Спасибо, что смотрите эти видео. Спасибо, Митя, выручил. Ну вот, у нас сейчас первая задача это взять Сережу, еще одного члена нашей экспедиции. И, в общем, можно уже выезжать. Нельзя, нужно починить машину. Да, это основная проблема, что машина у нас пока не работает, как должна. Но уже теплеет, это я чувствую. В ногах? Да, да. Нет, в ногах еще нет. В районе поезда теплеет. Верхнее плейн-туловище согрелось. Ну вот, друзья, 6 утра в Москве. Я вас поздравляю с этим прекрасным утром. 7 уже. А, уже 7. Ну, как быстро бежит время. Конечно, 7.30. Скоро будет очередное включение, и мы что-нибудь подробнее расскажем, когда примем более адекватное положение нашего сознания. Это невозможно. Спасибо. Спасибо.